Продолжение следует... Итак, давайте быстренько пробежимся по тезисам, которые были высказаны в самом начале. Да, этот немец действительно очень быстр. Мало того, что номинальная максималка достаточно внушительная, так еще и набор скорости у этого бульдога очень даже неплох. С изворотливостью та же самая история. Скорость поворота ходовой позволяет эффективно закручивать противника и выполнять сложные маневры, а недавний ввод улучшенной физики этому только способствует. Что касаемо обзора, то опять же цифра в ТТХ говорит сама за себя. 400 метров более чем достаточно для активного подсвета, а если вам этого мало, то просветленная оптика исправит это недоразумение. Далее перейдем к орудию. Если говорить кратко, то оно хорошее. С первого взгляда может показаться, что оно похоже на 90-мм от РУ-251 в плане среднего альфа-страйка, бронепробития фугасами и кумулятивами. Но здесь чуть меньше пробой бронебойными. 182 мм против 190. Плохо ли это? Ну, конечно же плохо, но как по мне это не сильно бьет по эффективности орудия. Тем более, что это с лихвой компенсируется временем сведения, а также терпимым разбросом на 100 метров. Ну и еще радует УВН. Вниз пушка гнется на целых 8 градусов, что позволяет играть от рельефа. ДПМ же здесь, не сказать, что прям уж рекордный, но уж точно выше, чем у всеми любимого Т-54 облегченного. А теперь давайте перейдем к ложке дегтя. Танк, естественно, не без изъянов, и одним из них является склонность боевой машины к частым возгораниям. Не сказать, что это прямо-таки очень большая проблема для легкого танка, но все же неприятно. Из-за чего советую вам возить автоматический огнетушитель. Также нарекание вызывает броня, точнее ее отсутствие. Фугасы влетают в это хрупкое тельце со свистом. Ну и о таранах, конечно же, даже задумываться не стоит. Ну и теперь обратим внимание на самый важный для премиум танка критерий, из-за которого их и берут, собственно. Это фарм. Данная машина в это явно может. Даже без премиум аккаунта, безо всяких проблем, ЛКПЗ вывозят стабильные 20 тысяч серебра в средненьких таких себе боях. Где вы не наносите урон практически и просто светите. А с премом все, конечно же, преображается в лучшую сторону. И в аналогичных боях, про которые я только что упомянул, можно вывозить их все 40 тысяч. Что ж, подведем итог. ЛКПЗ М41 вполне годная ЛТшка 8 уровня, имеющая возможность составить конкуренцию своим одноуровневым собратьям. Она дарит тот самый бодрый, активный геймплей с хорошим фармом. Стоит ли брать этот танк? Ну, новичкам и не любителям класса ЛТ однозначно нет. Эта машина вам не понравится в любом случае. Любители ЛТ же будут наоборот просто счастливы от такого приобретения и проведут на нем не одну сотню боев. Ставантся. Ставантся. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzок 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 ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...